Хорошо, когда в частном секторе крупной компании, и почему по-русски госкомпания управляет промышленностью? Я понял вашу позицию. Прежде всего, хотелось, конечно, поздороваться со всеми многих. Я здесь вижу первый раз, наверное, как и вы меня. Добрый, наверное, почти вечер. Добрый вечер и приятного аппетита тем, кто не участвует в нашей дискуссии, а просто почти их прошло. И, понимаете, я не буду орать, это не сильно нашего, да, в общем, прежде чем, наверное, начать какой-то... ...свою вечер говорить, да, я ее не готовил, то есть тут говорить то, что вот приходит, да, науки там. И какие бы не были программы у кандидатов в президенты, какие бы не были они хорошими, плохие, и все это не имеет никакого значения, если... ...все это не имеет никакого значения, если выбор проходит нечестно. Поэтому, прежде чем начать говорить, мне хотелось бы моему оппоненту сделать небольшой подарок. И я думаю, что этот подарок вам пригодится на выбор. Это вот такая вот книжечка, она называется «Разгневные наблюдатели». Она выпишена в фонду Прохорова, и здесь вот собраны многочисленные факты, да, по нарушениям. И вот небольшую вот информацию о нашем кандидате. Ну и значит... Вы проработаете его. Поэтому я вам вот дарю абсолютно, как по очистству и сердцу, потому что эта информация, которую она и здесь не предупредит, да, поэтому это вам подарок. Это не является нарушением, да, предвыборного серия? Нет, не является. Благодарю. Тем более, что это сохраняется абсолютно бесплатно вообще для приема. Переходя к той части, в которой я сейчас вам буду вещать и представить своего кандидата. Смотрите, вы все очень правильно говорите, вы хорошо говорите, красивые, ваш лидер хорошо говорит. И, к сожалению, мы это слышим на протяжении порядка 20 лет. И у каждого из политиков, ну, как и у каждого людей, у нее есть определенная возможность реализовать свою позицию, да. Я сейчас не буду говорить, почему это не удалось. Вы знаете, есть какие-то объективные или эффективные причины, но, тем не менее, все классно, все здорово, но никто не мешал претворять в жизни те вот программные позиции, о которых вы говорите. Ну, абсолютно никто не мешал. Вы парламентская партия, ваш лидер, мне последнее лицо государства. Ну, никто не мешает вам переходить от кулизма к реальным делам. Это первое. Второе. То, что страна находится, ну, здесь людное место, да, в одном месте не нужно быть большим предсказателем. И то, что она катится туда, в той позиции, в той позиции, в которой есть, в сегодняшний день, тоже нужно быть большим предсказателем. Поэтому здесь совершенно мы не говорим о каких-то объективных вещах. Значит, что касается вообще позиции Михаила Крокорова, как кандидат в предсказательство... А мне вообще нормально слышно, нет? Но я не могу перекричать все эти механизмы, поэтому как-то будем все пересрашивать. А основная вот... Пусть никто не доказывает ничего, что мне надо было предложить. Основная идеология вообще вот этой компании и вообще позиции Михаила Крокорова, и если вы отслеживаете ситуацию, она же прослеживается и в правом деле, вот основная фишка, да, основной такой мотив, это изменение позиции вообще к человеку. Центр всех политических преобразований и центр всего, что должно быть в президентской программе, это человек. К сожалению, на сегодняшний день государство построено так, что человек представляет электоратом, массой, там, быдлом, да, в зависимости от того, кто какие следы придерживает. Но никто не рассматривает человека как основу, да, основу любого демократического государства, как основу для, во-первых, любых изменений политических, социальных, экономических, да. Никто абсолютно не ставит человека в угла в угла. Почему это не сделано до сих пор, мне, например, непонятно. Отчасти, отчасти, это вопрос и к вашему кандидату, потому что власть, она не только исполнительная, но она и законодательная. Поэтому основная претензия, в общем-то, на этих выборах, да, к нашим оппонентам, которых Михаил Дмитриевич назвал ласково, да, они меня почему-то обидели, думцами и царствами, то, что они, ну, реально засидели. А в прошлый раз, когда у нас был круглый стол в Положском институте управления, и тема была, вот, какие вообще мотивы людей выхода на улицу и какие прогнозы после вот этого, да, мероприятия, как это называется, выбора президента, очень было много интересных мнений, да, но практически все сводились к тому, что в России реально нет проблем. Реально есть проблемы, которые подтверждают абсолютно представители всех сил, как и тех, которые находятся у власти, так и тех, которые находятся в оппозиции. Когда я общаюсь с своими друзьями совершенно разного возраста, в простых удах, ребят, за кого вы будете голосовать? Я заканчиваю. За кого вы будете голосовать? А очень многие, во-первых, не знали даже о том, что будут выборы. Реально, это факт. А вторая часть, знаете, что мне сказала? Она говорит, что какая разница за кого? Одни и те же лица, надоело, и никакого изменения не будет. То есть у нас людей совершенно предсказуемая афакция политическая, потому что они, тех лиц, которые сегодняшний день находятся в власти, занимаются обычной политикой, не видят тех людей, которые хоть как-то готовы защитить интересы обычного или необычного, да, гражданина, богатого или бедного, там, среднего класса, без разницы. Люди не видят строительства и строительства во власти. И это очень важно, на мой взгляд. Спасибо.